Первым населенным пунктом в списке стало село Байданкино. Находится оно вблизи реки Зай. Крайние дома рискуют оказаться подтопленными. Уровень воды ожидается высокий. Пусть она здесь будет на 51-52 еще 5 метров поднять. Представляете, где это будет? Вся эта долина у деревни будет находиться под водой. Спасатели рекомендуют жителям перед домами выложить преграды в виде мешков с землей или песком. Будьте осторожны при нынешней высокой воде. Возможно, подойдет к домам и подтопление. В связи с чем, прошу вас, обязательно, если собака у вас на приезде, отпустите ее, чтобы она могла свободно передвигаться. Скотину тоже выгоняйте. Хозяева этого дома к паводку готовы. Не первый год встречают здесь весном. Ни разу не топило. Обилие воды перед домом их не пугает. Пусть нам подольет. Нам нравится, когда в озеро заходит. У нас тут плавают утки, там красота. Лебеди приплывают, когда вода есть. Тем не менее, для них проводят инструктаж и рассказывают о том, как обезопасить себя от надвигающейся талой воды. Хозяин дома уже начал подготовку. Разбрасывает снег в дворе. Представители ГИМС и общество спасения на водах идут дальше по улице. Первая помощь оказания, как оно проводится, да? Вот здесь вот местовки тоже. Вот это мужики, да? Держи, держи, пожалуйста. Все, это вот на льду. Вы там рыбак? Рыбак? Нет. Он рыбак, да? Вот, блин. Для тех, кого нет дома в почтовых ящиках, оставляют памятки с подробной инструкцией. Внимание на противоположном берегу. Будьте бдительны. Не подходите близко к краю. Вода очень холодная. Не рискуйте понапрасну. Река Зай местами уже освободилась от льда. Увеличилось количество рыбаков. Но безопаснее сейчас не стало. Близко не подходите, потому что, да, видели, как нам это внизу там? Аккуратно. Видел, как хорошо. Да, страховывайте дружбу, ладно? Активисты общества спасения на водах проводят профилактические выезды и ведут беседы с рыбаками. По краям реки Зай еще стоит лед, поэтому просьба к рыбакам потерпеть неделю, потому что, возможно, случай облома льда. Алмаз Кашаев, Ренат Харасов, Новости НТР.